Эй, ребят, всем привет, с вами как всегда Валентин Чернов. Сегодня у нас игрушка The Simulator, то есть это симулятор вора, в котором, соответственно, нужно красть предметы, машины и, короче, всё, что нужно на основном это красть и делать так это, чтобы тебя не поймали за... за одно место. Мы с вами создадим новый профиль, я вот игрушку, если честно, уже играл, она мне очень понравилась, поэтому я хотел бы пройти её вместе с вами. Я в неё играл, она полностью не прошёл, поэтому какие-то вещи я в ней не знаю, для меня всё что-то всё равно будет новое, но игрушка смотрит по себе весёлая, я думаю, она вам понравится. Давайте назовём веселый и интересный профиль в гнидовор, потому что мы будем вором и будем, соответственно... я не знаю, что сказать, ладно, давайте без этого, я сломался. Окей, собственно, наш первый дом, который нужно будет ограбить, мы играем за лысого чувака, и было бы чётко, наверное, к этому ролику побриться на лысо, но, к сожалению, моя бритва сломалась, а до парикмахерской мне и телень, ну и, соответственно, мне кажется, это вообще перебор, если я буду бриться... О, сука, ты идёшь на задание, и ты не выключил телефон, тебе какой-то Винни наёбывает. Здарова, это я, Винни, ну я понял, там написано. Возьми вон тот лом и слушай меня внимательно, у нас полно дел. Ломбарди внесли за тебя залог, они щедрый народ, но любят принцип ты мне, я тебе, если ты понимаешь. Давай посмотрим, подойдёшь ли ты для этой работы. Грабани тот дом, который крайний. Окей, хорошо, за нас внесли залог какие-то ломбарди, я не знаю, что это мафиози, наверное, какие-то. Соответственно, внесли за нас залог, ну и мы должны им откупить, так сказать, дать что-то взамен. Так, окей, нам нужно выберите слот быстрого доступа для лома в меню. Предметы, слот быстрого доступа, лом сюда. Всё отлично, у нас есть ломик, быстрый доступ у нас идёт на кью, и нам нужно сломать доски. Красота. Пусти. Красться. Отлично. Избегайте света. Хорошо. Я надеюсь, это... Этот винни мне... Чё ты делаешь? Какой-то дебил оставил на полу фонарик. Какой-то дебил мне на деле смс-ки шлёт. А другой дебил... А другой дебил не может догадаться выключить свет. Разбейте окно. Да не проблема, я ещё и это окно разобью. Больше нет окон. Красота. Всё, погнали. А, забраться тоже я. Блин, неудобное немного управление, потому что забраться я обычно это пробел. Собственно, давайте красть. Да? Незаминентное передвижение, светвидимость. Нет, ничего нет. Подсказки какие-то. Короче, мне просто нужно теперь красть всё. Давайте украдём чайник. А сколько он денег стоил? Чуть не заметил. О, кастрюлька. Стоит... А я не знаю, сколько он стоит. Без понятия. Ящики. Там вроде как ничего не было. Да. Здесь всё пусто. Тостер. Отлично. Сковородка. И деньги ещё. Слушайте, просто красота. Сюжет. Выключить. Включить фонарик. Время сматываться, чувак. Залезай в машину и смотри, чтобы никто не увидел тебя с ломом. Окей. Я всё равно окно сломаю, хоть оно и открыто, как бы, без этого никуда. А, мне нужно, чтобы меня с ломом не видели. Всё, окей, понял. И с фонарём. Как будто нельзя ходить по улице с фонариком. В чём проблема? Я что, этим фонариком кого-то убивать собираюсь? Кстати, у нас Хонда Цивик, я так понимаю. Хотя нет. Мне кажется, это Форд больше какой-то старенький. Вроде на Цивик похоже. Окей. Собственно, наше первое дело закончено. Мы с вами украли, во-первых, кастрюля. Во-вторых, сковородка и ещё немного денег. Это просто великолепно. Кстати, возможно, в доме я что-то ещё оставил. Смотрите, короче, за украденные вещи мы получаем, во-первых, рейтинг. Чем выше рейтинг, тем, соответственно, больше опыта ты получишь. И, соответственно, каждая вещь даёт определённый опыт, который нам нужен для прокачки наших навыков. Нам на свинне... Какой-то дебил всё ещё не выключил звук. Хорош. Шикарно. Может, дело и выгорит. Иди поспи. Продолжим разговор утром. Мы просто красавцы. Что ещё сказать? Мы украли кастрюлю и сковородку, как бы, и в нас сразу же заметили потенциал воровской. Спать. Нам нужно выбрать, сколько времени поспать. Давайте поспим, как нормальные люди, до 8 часов. Пусть наступит утро, и мы с вами отправимся на следующее дело. Винни. С самого утра просто наёбывает нам. Произвольный компьютер мне нужно рассказать тебе о паре вещей. Давай. Tools for thieves. Ты сможешь закупить новые снаряги, но всем этим добром ещё надо уметь пользоваться. Щёлкни по Steel Your Forum. Окей. Steel Your Forum. Тут ты можешь купить всякие секреты. Инфу о том, что где лежит, как охраняется, кто двери не закрывает. Ну, ты понимаешь. Глянь, что я написал про GreenView 109. Хорошо. Закрыть. GreenView 109. Уязвимости в безопасности. А, подожди, стой. GreenView 109. Бесплатно. Повреждённый деревянный забор за домом легко сломать. Старый телевизор немало стоит. Запасной ключ от двери лежит в ящике. И дома никогда никого не бывает. Отлично. Теперь иди к своей машине. Слушайте, отличный дом. Прекрасный. Самое то, чтобы поднимать с него бабки. Там просто никого нет. Чё тебе надо? Сначала сбагри добычу в ломбард. На GreenView 109 тебе надо прийти налегке. Ммм, хорошо. Поехали в ломбард. А куда я нажал? Чё-то не понял даже. А как мне? Подожди. Это не ломбард. Это Джон Кьярд. Это помойка. Вы же какой тупой. Я просто даун. А я ещё не туда побежал. Ломбард. Всё. Отлично. Мы справились. Наконец-то. Да, это было сложно. Велкомбэк. Я сюда прошёл первый раз. Ну типа, велкомбэк это добро пожаловать. Типа, привет. Подожди, велкомбэк. Добро пожаловать назад, короче. Настало время GreenView 109. Достань мне оттуда телек и не вздумай загнать его кому-нибудь. Зачем ему старый телевизор? Мне кажется, если этот парень мафиози, у него не должно быть никаких проблем с деньгами. Тем более, они залог за меня внесли. Окей, поехали. GreenView 109. Я вижу уже этот дом по карте. Карта, если что, слева снизу находится. А мне интересно, у нас машина вообще может летать или нет? Ух ты! Машина припаркована в подозрительном месте. В смысле, в подозрительном. А как мне отсюда выбраться? Стоп. Мы в дерьме, да? Ух ты! Блядь! Короче, здесь нужно выбежать за... Я вижу бак мусорный. Я сейчас там спрячусь. Тихо. Машина припаркована... Подожди, а если у меня машина припаркована в подозрительном месте, я так понимаю, что они... Они в принципе понимают, что я где-то здесь, и я вор. Давайте вообще за территорию выбежим, вернемся домой. Эти звезды вообще не спадают. Да, давайте, короче, лучше в дом убежим и начнем сначала. Блин, оказывается, машина прыгает. И если вы захотите поиграть в эту игрушку, просто знайте, что этого делать не стоит. Это, кстати, я увидел, когда я врезался во все подряд. Мне писало то, что... Короче, писало, что... Деньги вычитались. То есть, соответственно, те бабки, которые мы заработали на краже сковородок с кастрюлями, эти деньги, я так понимаю, что у нас их больше нет. Не, у меня баланс 20 долларов. Вон справа снизу можно посмотреть. Ладно, окей, давайте больше так не делать. Хорошо, я понял. Смотрите, это как раз-таки те доски, которые можно легко сломать. Давайте машину здесь оставим. Телевизор засунем в багажник. Так, мне нужен лом. Отлично. Дома у нас точно так же никого нету, поэтому проникаем через самое сложное препятствие. А можно я так же буду жить? И у меня будут валяться на полу деньги. Это еще один тостер. Кайф. Кастрюлька. Еще сковородка. Слушайте, здесь лута просто миллионы. Это великолепно. Ключ от входной двери. Так, у нас еще здесь деньги. Слушайте, здесь денег просто... Здесь какие-то реально богатые люди живут. У них деньги везде. В ящиках. Только в шкафу у них одежды нету. Слушайте, вроде все, да. Здесь же больше ничего нет. А как мне телевизор отсюда вынести? Ага, я понял. Брось его. Поставь. Там житель какой-то ходит. Мне интересно. Ну, кстати, нам нельзя всякие ломы держать, фонари и прочую ерунду. Поэтому лучше вот так вот сделать, закрыть багажник. И, в принципе, мы, кстати, дома грабили. Отлично. Нам сейчас нужно в Вене отвезти телевизор. Смотрите, как тачку помял. Блин, у разрушения, конечно, здесь это... Прям нанотехнологии какие-то. Не, игрушка сама по себе веселая. Мне очень нравится. За счет того, что именно все нужно делать скрытно. Вот этот вот стелс, при котором... Прям игра интересная. Допустим, если сравнивать с Assassin's Creed, стелс не интересен. Там он гораздо веселее идти всех в мясо рубить. Старый телевизор 20 XP. Новый уровень. Не забывайте тратить неиспользованные очки навыков во вкладке навыков. Окей. Вижу, тебе удалось достать телевизор. Зайди на Black Bay. Это делается через компьютер. Black Bay. Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. Я так понимаю, что это электроника. И мы телек за 60 бачей продаем. Отлично. Так, сколько у нас денег? У нас уже 139. Че я нажал? Как нажал? Все. Так. Новое обучение. Сюжет. Посетите. Rent a Thug. Что это? Это сайт, может быть? Да, кстати. Тут вы найдете дополнительную работенку. Я выложил заказ специально для тебя. Вон тот. С посудой. Разбейте посуду в доме 110. Хорошо. Он что-то еще хотел сказать, но я не успел. 110. А у нас нету никаких уязвимостей про дом 110. Black Bay. Хорошо. Поехали, сдадим все в ломбард. То, что мы накрали, у нас там куча сковородок. Из ломбард. У нас куча сковородок, струльки там есть. Там еще тостер, насколько помню, у нас валяется. И, соответственно, мы с вами пойдем в дом 110. В смысле, welcome back, отстань. Кстати, я думал, у меня лута полный инвентарь, но по факту там ничего не было. Заметили? Странно. Так, окей. Блин, мне кажется, нужно на сенсу немного больше сделать, потому что как-то непривычно, что ли. Так, нам нужно разбить посуду в доме 110. Поехали в 110, только без горок всевозможных. Кстати, также пишите игрушки, которые бы вы тоже хотели увидеть в прохождении. Я думаю, всем будет интересно, чтобы... Ну, всем было бы классно, если бы вы в их игру поиграли. Так, машина у нас припаркованная в подозрительном месте. Это опасно, потому что у нас вызовут копов. Я надеюсь, кстати, его не надо заправлять. Так, окей. А у нас здесь есть кто-то? Нет, подождите. Давайте сначала в окна посмотрим. Там же можно полюб... Подождите, залезь на машину. Простая отмычка. И взлом замков нужен. Так, во-первых, навыки, взлом замков, и мне нужна отмычка. А, ее в интернете надо покупать. Блин, подождите, у меня же есть самый этот универсальный взломщик замков. Великолепно. Кстати, 110-е, а мы в нем были, походу. Это же дом, в котором никого нету, да? Или мне кажется? Здесь опять лут нарезался, что ли? Да, мы здесь явно были. Вот 100 пудов мы тут были. Так, там нужно разбить посуду. А где у него посуда? Вот это? Отлично. Винни, отстань, я на деле. Отлично, теперь пойди купи себе простую отмычку на Tool for Thieves. Так, ты меня не учи. Я вот без тебя знаю, что мне делать нужно. Ну-ка. Забираем деньги, кастрюли обязательно. Это же как-никак наш лутец. И, в принципе, здесь вроде все. Здесь больше ничего нету. Окно. А зачем? Ой. Тихо, подожди. Там люди ходят. В смысле незаконное проникновение? Это мой дом. Отстань. А, так они меня не спалили. Или спалили? Они меня спалили, но копов не вызвали. Отлично. В смысле незаконное проникновение? Откуда он знает? Это может быть мой дом. Давайте сначала заедем в ломбард, сдадим то, что было до этого. Что там по варамскому рейтингу? Б. Наверное, из-за того, что нас спалили. Все, отстань. Забирай свои шмотки. А можно телефон поменять? Чтобы там звуков не было. А можно вообще выключить звук от этого телефона? Как бы вообще не очень идея, когда ты такой на деле сидишь. И тебе Винни такой, типа, ну привет. Так, нам нужно купить отмычки. Почему у меня клавиатура так криво стоит, она болтается, мне очень нравится. А, мне не надо спать. Уже я тупой. Какой даун, если честно. Так, фонарик, простая отмычка. Отлично, у нас есть простая отмычка. Давайте их сразу купим две. Потому что я верю, что они умеют ломаться и так далее. Ответ. Пока ты не влепался в неприятности, попробуй взломать тренировочный замок. Я оставил его в гараже. Вон там что-то светится. Пойдем, пойдем, посмотрим. Простая отмычка. Короче, выбираешь уровень. Все. Блин, я просто молодец. У тебя все шикарно получилось с тем старым теликом в пустом доме. Но для настоящего дела надо ходить в разведку. Будь у 111 к 7 утра и наблюдай. Сколько времени? Блин, а время-то много. Окей, давайте поспим. Короче, чтобы взломать замок, нужно под углом под правильным поставить эту хрень и повернуть ее. 7. Ну давайте сразу к 7. Все, 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 все. Подожди. Время 27. А, если ты нажимаешь выход, тогда, соответственно, ты не выспишься. Все, отлично. Время 7. Поехали. Берем машину, подъезжаем к 111 дому. Кстати, там, наверное, когда написалось, что появились новые подсказки. Улица Гринвилла, нахрен с ним. Насрать на эти подсказки, и мы с вами обойдемся без них. Главное, никакой лут не пропустить. И, может быть, уязвимости дома знать. Какой у нас сейчас нужен 111 дом? Окей, поехали. Ох, как боком. Видали? Просто царь. Или совсем чуть-чуть не царь. Так, нам нужно быть к 7 утра и наблюдать. Зачем тут наблюдать? А-ха. Ха, тупой. Так. Пометил. Пометить у нас на маус-баттон 4. Нормально, да, это выглядит? Стоит челик с телефоном такой. И смотрит на владельца дома. Там есть одна коробка. Выжди, пока все уйдут, и принеси мне ее. Кстати, смотрите. У нас в правом углу, вы это видите, что? Внутри находится коробка с важным содержимым. Короче, у нас есть, смотрите. Если горит синим, значит, этого человека нету дома. Если горит красным, значит, он, соответственно, дома. И там одновременно пишет, где он находится. У нас сейчас только один дом, а вообще жильцов двое. Давайте пока их двое мы с вами вот это вот промотаем, потому что она постоянно горит там и мне надоедает. Он сейчас из дома скоро уйдет, и мы, собственно, пойдем грабить его дом. Но у нас будет не так много времени на это, поэтому... Так, а как бы нам отсюда потом уйти? Нам придется через поразный вход идти. Если там есть какой-то телевизор, что телевизор, видели, нужно нести. Он тяжелый, ты с ним бежать не можешь. Поэтому в идеале нам нужно как-то подъехать туда. Сюжет, дождитесь момента. Сейчас все будет. Блин, но в то же время, если кому-то машина помешается, она вроде не может не помешаться, она красиво выглядит, хорошая, чистая. Но если же она кому-то помешается, они вызовут копов. Ты пойдешь или нет домой? Открыть медленно. Так, вот еще встал. Закрой так же медленно, как ты это сделал, чтобы он ничего не заметил. Ну. Тебе пора уходить. Блин, а тут и поспать тоже нельзя. Ну все, все, уходи. Молодец. Ох, это было жестко. Так, отлично. Отлично. Там есть какая-то коробка. Где коробка? Почему она лежит в туалете где-то? Подозрительная коробка. Окей, есть. Что здесь еще есть? Блин, здесь больше ничего нету. Здесь даже чайников нету. Кастрюля. Отлично. Телек есть. Деньги. Деньги в ящике, пожалуйста. О, подожди, я радио нашел. Мне кажется, радио вообще нормально нашло. Почему нельзя вот эту вот еду забрать или что это? Сейф. Здесь вообще 100 долларов. Что еще есть? В этой комнате осталось что-то? Нет. Здесь больше ничего нету. Окей, хорошо. Почему я не могу с телевизором открыть дверь? Никто же меня не видит? Я просто решил погулять со своим телевизором. Ну давай, иди быстрее. Он не такой уж тяжелый. Ну? Ну нет. О, отлично. Все, поехали. Прогулялись с телевизором. Нады были пару сковородок. Можно, в принципе, и ехать. 109 мартины. Поврежден. А, это нам пишет про дом, который мы только что ограбили, который справа был. Слушайте, ну отлично. Нас никто не заметил. Я думаю, это самый максимальный рейтинг. Сменить вид камеры? А мне интересно. Мне просто интересно. Здесь реализовано то, что если он машину завел, типа он ставит передачу на драйв, короче, сама коробка меняется или нет. Хотя, на новый уровень, кстати, у нас есть новые очки. Вот сейчас в каком положении коробка стоит? Не, она всегда там стоит. Он и глушит ее там же. Окей. Подозрительную коробку мы продать не можем. И радио 25 долларов стоит. Слушайте, у нас денег уже 385 рублей. Ну, рублей как рублей. Американских рублей. Дом. Так, у нас сейчас есть подозрительная коробка. Я так понимаю, ее тоже нужно продать, да? Мне кажется, на Блэк Бэй это не должно делаться. Искусство, запчасти, электроника, кухня. Да, подозрительная коробка 100 долларов. Отлично. Что ты хочешь? Ломбарди считают, что их другу на Гринвью 101 не помешало бы новое окно. Но вот сам друг так не думает. Докажи, что новое окно – дело нужное. Разбейте окно в 112. Гринвью 101 и 112. Так, а что же за дом? Давайте, короче, поедем, окно ему разломаем. И, наверное, на этом серию закончим. Продолжим в следующей серии. В 112. Все же пишешь про 112 дом. Вы видели, да? Так, нет, давайте мы вот так вот беспределить снова не будем. Ой! Слушайте, неплохо. А машина-то вообще едет нормально. Ее немного заносит, она не очень удобная. Да, я за что? В смысле за дел? Так, 112 дом. 113 Паулы. И вот этот вот парень. А какое окно-то ему нужно разбить? А, вот. 112. Вот, сыны. Разбейте окно. А какое окно? Затем спрячьтесь или убегите. Вот это я легко сделаю. Подожди. А что, на тебя нельзя в окно посмотреть? Ого, сука. Все, поехали отсюда. Мне кажется, мы здесь не проедем. Бросай ее. Прости, машинка. И на то, а то меня поймают. Короче, это было самое простейшее задание. Просто пришли, на нас посмотрели косо. Мы ему разбили окно. И, в принципе, на этом все закончилось. Отлично, Винни. Тебе нужно научиться взламывать обычные замки. Зачем? Я же умею бить стекла. Зачем мне обычные замки? Ну, кстати, у них сигналка сработала. Получение нового уровня. Все, отстань. Блин, сколько здесь подсказок. Приседление полиции. Вы можете скрыться от полиции, погибнуть в район, или спрятавшись в шкафу, мусорном баке, или под кроватью. Что? Здесь можно прятаться под кроватью. И дождавшись, пока полицейские не уедут. Достигните второго уровня навыка взлом замков. Я думаю, что мы это сделаем в следующий раз. Давайте сейчас ляжем поспать. И, так понимаю, автосейв проходит, когда мы именно спим. Давайте поспим целый час. Нажмем выход. Я так понимаю, что, да, должно было все сохраниться. Ну, и на следующий раз мы с вами пойдем грабить следующие дома. Копим подсказочки и будем дальше прокачиваться. Короче, надеюсь, ролик вам понравился. Давайте на заставку прям тачку нашу сфотаем. Какие мы воры. Короче, спасибо большое, что смотрели. С вами был Валентин Чернов. Игрушка Сифсимулятор. Симулятор вора. Ставьте лайк, если она вам понравилась. Но обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok